В интеллектуальном клубе «Химия слова» на очередной лекции просветительского проекта тольяттинцы встречали ученого, доктора филологических наук, полиглота, путешественника писателя и давнего друга лектория Кирилла Бабаева. Мне всегда приятно здесь находиться, не только для того, чтобы прочесть лекцию, но и для того, чтобы пообщаться с жителями. Здесь всегда очень приветливые люди, мне нравится обстановка, мне нравится атмосфера этих лекций. Ну и, конечно, спасибо большое Тольятти Азоту за приглашение, потому что действительно каждый раз мы выбираем какие-то интересные темы, которые, мне кажется, интересны не только слушать, но и рассказывать. И вот я надеюсь, что сегодняшняя лекция тоже людям понравится. Четвертый сезон Тольятти Азот проводит лектория «Химия слова» и каждый год Бабаев выступает на сцене ДК Туаза с разными сюжетами и темами. Кирилл не просто ученый, он исследователь, и сфера его интересов очень обширна. В этот раз он приехал к нам с необычной лекцией о колдунах и ведьмах 21 века. Мы наших самых любимых лекторов приглашаем каждый сезон, и в этом сезоне он приехал с такой интересной и необычной темой. У нас был очень научный сезон, местами научно-популярный, а сейчас, мне кажется, мы немножко похулиганим и обсудим высокие материи, путешествия, верования. И, скажем так, это будет скорее развлекательная, мне кажется, лекция, чем научно-популярная, но все равно почему бы нет. Тема на самом деле была необычна. Колдовать мы не будем, сразу предупредил зрителей Бабаев. Исследовать и описывать эту тему нужно с холодной головой и ясным умом. Я не практик, а ученый, который в магию не верит, на себе проверяет древние обряды, а затем их описывает. Магия была всегда и будет всегда. 50 тысяч лет назад не было науки, но сегодня 21 век, а мы все равно верим. Мы все время пытаемся заглянуть по ту сторону, хотим знать будущее, любим тайны и чудеса. Кирилл – специалист по странам Африки, Азии и Латинской Америки. Многие народы этих континентов продолжают не только чтить традиции предков, но и находят место в быту для магических практик. Более подробно ученый рассказал о шаманах, с которыми ему приходилось встречаться. В жизни это обычные люди, но как только они надевают костюм и маску, то становятся духом и могут общаться с потусторонним миром. К шаманам приходят с конкретной проблемой и верой в то, что он может творить чудеса. Лектор рассказывал о ведьмах, колдунах, целителях, как древняя магия адаптируется под современность. Самое интересное то, что на Земле еще сохранились места, где можно увидеть, как жили наши предки 10 тысяч лет назад, сказал известный путешественник. Бабаев объяснил, как сегодня в племенах взаимодействуют традиционная религия и магия. Интересен их симбиоз, как они сосуществуют друг с другом. Зрителей заинтересовал рассказ о личном опыте Кирилла, который на практике проходил через магические обряды. «Магия действует на нашем убеждении, что это работает, и наука никак не может объяснить это», – сделал вывод ученый. На лекцию о колдунах и ведьмах 21 века пришло много молодых людей, увлеченных темой магии. «Всегда в нас есть где-то глубоко, мы в этом боимся признаться, вера в то, что, ну, может быть, сказка где-то все-таки глубоко в Африке есть. Прекрасный лектор, замечательно, легко его было слушать, интересно. Очень понравилось, что не навязывался он свою точку зрения, то есть вот он не говорил, я вот ни во что не верю, но вот так вот бывает, вот я не знаю почему. Как-то он оставлял выбор делать себе самому, это очень классно, это здорово. Вообще хочу сказать огромное спасибо, что вообще есть такое мероприятие в городе Тольятти. Ну, это славно, на самом деле, это такой здоровый знак того, что происходит в городе. Просто прям большое-большое спасибо за то, что есть. Я одну лекцию уже у него слышал, что такое Африка, если я не ошибаюсь. Но это очень понравилось, и увидев его еще раз, и по интересной теме, которая меня очень интересовала, про колдунов и волшебников, я, конечно же, пошел. Ведь в детстве я всегда представлял, что мир волшебный, и даже представил свой собственный параллельный мир. И поэтому мне было довольно-таки интересно это узнать и послушать. Мне кажется лично, что это действительно вот какая-то помощь, как эффект плацебо может быть. Или, не знаю, ну, очень сильное самовнушение. И, в принципе, если человеку это действительно может помочь, то я вижу, что это, в принципе, услуга, которая имеет право на существование. Мне только единственное, что не нравится, это то, когда это доходит до предела. Например, в Африке альбиносы являются именно вот как обезьянь и черепа, по сути, ингредиентом. 14 мая состоится заключительная лекция четвертого сезона просветительского проекта «Химия слова». Организаторы приглашают жителей города во дворец культуры Тольятти Азота поговорить на тему «Жизнь есть боль». Вход бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова